Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Юбилейный вечер композитора Игоря Крутого прошел с аншлагом в Минск-арене. Кто из артистов удивил публику больше всего? Композитор не в первый раз отмечает день рождения на сцене. Он уже звал гостей в свои 60. И вот снова встретились. На этот раз в проекте приняли участие звезды эстрады и любимцы публики Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анни Лорак, Димаш Кдайберген и многие другие. В Минске их очень ждали. Все автобусы к Минск-арене шли заполненными, а ближе к концерту на проспекте победителей образовалась огромная пробка. Как рассказывают очевидцы, ждать приезда пришлось более получаса. Выйдя из автобуса, некоторые зрители бежали к спорткомплексу, чтобы занять место в очереди перед входом. Сам зал был целиком заполнен. Среди зрителей была замечена глава администрации президента Наталья Качанова. Организаторы рассказали, что артисты приехали в Минск только на один день. Филипп Киркоров даже не взял с собой детей. Поэтому как такового райдера не было. В гримерках стояла самое необходимое – вода, чай, фрукты и сладостей. Я, Женечка, сегодня днем имел радость поланчевать, пообедать, поделиться впечатлениями. Давно не виделись. Замечательный у вас. Берегите Женю, потому что он у вас замечательный шоумен. У меня был опыт работы с ним встреч на Евровидении уже много лет. И могу сказать, что такой рода профессионалов редко можно средств на телевидении работающих. Мы с Женей прошли много Евровидений последних лет. Поэтому есть чем сравнить? Есть. Поэтому о нем и говорю, потому что его знаю уже никогда. Женя? Профессиональный, открытый, в чем-то ребенок, в чем-то очень высочной жесткий босс. А, собственно, должен быть профессионал. Отлично. Ни один артист не заказал себе спиртного. Приехал налегки и сам крутой. Рояль для композитора нашли в Минске. Все песни на концерте артисты пели вживую. Выступал президентский оркестр, но за роялем сидел только крутой. В интервью журналистам он признался, что хоть и отмечает 65 лет, но чувствует себя на 40. А значит, впереди еще много концертов и хитов. Кстати, Минск стал одним из немногих городов, которые попали в программу. Выступления уже прошли в Нью-Йорке, Дубае и Москве. Впереди Дюссельдорф и Екатеринбург. Говоря о белорусских зрителях, Крутой отметил, что их отличает особенная благодарность. Открывал концерт Николай Басков. В одной из первых песен он забыл слова, в чем честно тут же признался. Надо сказать, со зрителями артист очень живо общался. Спускался в зал, желал всем удачи и благополучия, в шутку называя себя победителем всех битв экстрасенсов. Со сцены прозвучали любимые всеми песни «Шарманка» и «Все цветы». Басков сиял в прямом смысле слова. На нем был блестящий пиджак золотого цвета. Вскоре на сцену поднялась Анни Лорек. На звезде было обтягивающее платье вопреки газетным слухам о беременности. Но, пожалуй, больше публику удивил Дима Билан. Он так эмоционально пел песню «Я тебя отвоюю», что лег на сцену. Журналистам певец пояснил свой поступок просто. Композицию он проживал. «Когда ты поешь такой текст, слышишь эту музыку, хочется вывернуться наизнанку. Эти моменты, когда ты хочешь вылезти из кожи», рассказал он. Димаш Кудайберген признался журналистам, что в Минске его встречала толпа поклонниц. Певец получил множество подарков, но, увы, разобрать их так и не успел. Он добавил, что очень любит Беларусь и даже пробовал дранники. Они ему понравились. «Беларусь в моей жизни занимает большое место, потому что четыре года назад был Славянский базар. С того момента у меня все пошло только вперед», — сказал Димаш. В апреле певец снова приедет в республику. В столице Беларуси пройдет его сольник выступать, исполнитель будет на Минск-арене. Завершал вечер Игоря Крутого один из самых ярких артистов российской эстрады Филипп Киркоров. Журналистам исполнитель признался, что в Минске его цвет настроения красный, как костюм, в котором он выступал. Киркоров вспомнил о недавнем концерте своей бывшей супруге Аллы Пугачевой, но признался, что с ним так и не увиделся. Не обошлось и без любовных признаний, как всегда, в отношении Беларуси. «Минск, Витягск, Могилев. Лет 30 назад я мог здесь просто бродить, когда был молодым и неузнаваемым. Сейчас я вижу их только в ночное время, либо из окон автомобиля», заключил Филипп. Вот так-то, друзья. Все могут короли, но выйти из автомобиля и прогуляться по улицам любимого города, увы, нет. Друзья, всем счастья и здоровья, отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». «Звездные секреты» 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 Спасибо, Антон. Молодец! В четвертом апреле приходите на стол, Димаш, выходит отец. И порвите этот стол. Спасибо большое. Мы любим тебя! Димаш, встречи. Димаш, выходит отец. Ты точно ушел. Да. Кусечки, кукусечки. Сейчас уже другие кукусечки. Герои сего Ешнева и вечера. Да. Ты домой? Завтрашний пресс. А ты куда-то хочешь еще что-ли? Пролетаем дальше. Кирку перешли. Как переслать? Кирку перешли. Сложите переслать. Тиля, а ты домой? Домой, конечно. У меня за... Алина, а ты домой? Конечно, домой. А ты же одна. Домой? Куда же? Домой. У нее ребенок тут. Ну ладно, я сейчас грошусь и буду отнимать у тебя телефон. Отнимите, Тиля. Давай. А ну-ка отними, была такая конфета. Что? А ну-ка отними, была такая конфета. Моя. Домой. А ну-ка. Домой. Мы любим, любим, любим. Очень любим. Пока. Пока. Спасибо. Спасибо. Света, пока. Давайте форум рублю как-то далеко. Давайте форум рублю. Давайте форум рублю. Давайте форум рублю. Пытается его сходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова